Всем доброго дня! Сегодня готовлю вкусный десерт. На десерт у меня будет творожная запеканка с замороженной вишней. Посмотрите, какая она аппетитная, в меру сладкая. Вишня дает такую небольшую кислиночку и получается очень вкусно. У меня килограмм творога обыкновенного и мороженая вишня. Но сначала нужно приготовить вишню. Вишню нужно, чтобы она вся обволоклась крахмалом кукурузным. Поэтому 2 ложки на такое количество вишни мне будет достаточно. Все это высыпаю и хорошо все перемешиваю. Это даст, чтобы вишня, вы знаете, не утонула в твороге и чтобы она там не раскисла. То есть вот крахмал будет ее держать, вот этот весь сок внутренний, чтобы она и вся не вытекла. И получится очень вкусно и полезно. Все это нужно перемешать. Далее в творог нужно добавить 2 яйца, 100 грамм сахарной пудры и немного муки. Творог я, как уже говорила, я до этого делала простую запеканку из творога. Я его ни в миксере, ни комбайном не пробиваю. Просто хорошо разминаю вилочкой. Вот добавила 2 яйца, всыпала сахарную пудру. Все это хорошо. Просто размешиваю вилкой. Я не знаю, для чего люди взбивают миксером. Превращать это все в какое-то творожное пюре. Но это же не мусс, это просто всего лишь запеканка. Далее насыпаю муку. Сильно мукой творог забивать не надо. Вот на такое количество творог, извиняюсь, на килограмм, я добавляю где-то 5-6 ложек муки, не более. Если забьете мукой творог, то будет, знаете, невкусно. Будет чувствоваться очень сильно мука. Поэтому делайте все в меру. Все это я перемешиваю. И замешиваю тесто творожное. Далее форму смазываю слегка растительным маслом. Надо же вот до сих пор то кашляю, то еще что-нибудь. Ой, какие сейчас страшные вирусы. Это просто кошмар. Говорю-говорю, начинаю кашлять. Но это кошмар какой-то. Так вот хорошо я все смазала. Далее первый слой нужно выложить творожную массу. И хорошо ее разровнять по всему противню. Так хорошо получается ложечкой. Приравниваете, прихлопываете слегка. И по всей поверхности вот так у меня получилось. Далее кладем слой вишни. Видите, вот она в крахмале, да? И вот видите, она уже не течет. То есть крахмал сдерживает ее. И потом она в запеканке будет такая, знаете, прям сочная. А творог будет не такой мокрый. Далее положили все, выложили всю вишню сверху. Все нужно выложить еще опять слой творога. Творожной массы. Все это выравниваем. Кукурузный крахмал это прям вот незаменимая прям вещь для ягоды. Любые пироги, если можно, если вы печете, обсыпьте ягодку. И не будет она так сильно давать сок. Сверху я также выкладываю оставшуюся вишню. Вот так у меня уже получилось. 180 градусов, 45-50 минут выпекаем. И вот такая она у меня уже получилась в готовом виде. Видите? Аппетитненькая, вкусненькая, полезненькая. И вот такая в готовом виде. Можно посыпать сахарной пудрой. Видите, какая она получилась нежная, очень вкусная. Так что попробуйте приготовить. Это очень вкусно, просто. Всем приятного! Субтитры сделал DimaTorzok